Как не потерять для себя окружающий мир? Этим вопросом задаются многие люди с ограниченными возможностями здоровья. А вот одному из жителей Цельнинского района ответ на него пришел весьма позитивный. Помощь оказала общественность, депутаты и еще социально ответственный бизнес. Об этом в материале Эдуарда Истомина. 8 лет назад Геннадий Афонькин, будучи за рулем, попал в автомобильную аварию. Парню не повезло и теперь он передвигается на электроколяске. Но весной и осенью распутятся. Выехать в село из-за луж проблемы, да и сам дом ниже дороги. Матушки, у меня спина уже со мной. Так же вот в гору подниматься, в асфальт, очень тяжело. Слякать, выехать практически, если только что-то там. В больницу куда-то надо или срочно куда-то по делам надо. Только так. А осень и весна мы практически заперты в доме. Семья пыталась самостоятельно справиться с проблемой. Она даже закупила песок с битым кирпичом. Но сделать выезд на общую дорогу вручную не удалось. Требовалась техника. Ну у нас была, скажем так, задача ее утрамбовать. Чтобы хотя бы вот сын мог проехать. Потому что 150 килограмм послякать и проехать. И это и мне с моим весом, конечно, его тащить, это было очень сложно. Мама с сыном не теряла надежду, а тут сельский сход. И о проблеме Геннадия услышала общественность с депутатами. Было решено обратиться за помощью к дорожникам и на сахарный завод. Чтобы с материалом и техникой помогли. Ну потому что забота об инвалидах, это отчасти наша обязанность прямая. 50 тонн песка и щебня столько выделил сахарный завод для семьи Афонькиных. Не отказали и дорожники. Они подогнали технику. С ее помощью они укатали стройматериал. Теперь выезд в село для Геннадия – минутное дело. Сады, магазины, там движатели как-то на природу с кем-то видеться. Те же там, ну летом пока погода позволяет, в шахматы поиграть. Ну да, я рад, я очень рад. И как-то мобильно откликнулись, помогли. Спасибо большое. С общими усилиями депутатский корпус, сахарный завод, администрация. Вот дорожники создали вот, да, небольшой участок, но хорошие, ровные, твердые, качественные дороги. Я не знаю, первые несколько дней мне плакать хотелось отчасти. Это же, вы даже не представляете, что это такое, колясочник просто дома заперт. Своё доброе дело на сахарном заводе не прокомментировали, ведь оно любит тишину. А вот семья Афонькиных прониклась верой в добрых самаритян. Сейчас мама с сыном проверяют удочки. Пока белые мухи не полетели, можно и на рыбалку съездить. Цвияга-то недалеко. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, из Цельнинского района.